Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Вы смотрите канал Своя Закваска. Сегодняшнее видео будет о черенковании пеларгонии. Несмотря на то, что я занимаюсь этим цветком всего второй год, приручить его не составило особого труда. Общие правила выращивания, нейтральный грунт, своевременный полив и подкормки, наличие подсветки в зимний период, позволяют вырастить любые цветы. Но все-таки к каждому цветку нужен свой подход и маленькие секреты. Так вот, для выращивания пеларгонии, по-моему, главное усвоить одно правило. Лучше ее не долить, чем перелить. Как-то я вот этот горшочек перелила, то есть не по просохшему грунту полила второй раз, и начали сразу образовываться такие бурые пятна. Но если полив сразу нормализовать, то эти пятна прекращают развиваться, просто вот это вот место засыхает и дальше уже не идет. Но сегодня мы с вами говорим о черенковании пеларгонии. И первый вопрос, который у всех возникает, когда начать черенкование? Я занималась этим всю зиму, как только начал появляться новый прирост на маточников, которые я занесла зимовать домой. Все эти маточники стояли у меня под подсветкой и получали дозированный полив. Грунт у маточников практически всегда был сухим. Лишь иногда один, может быть два раза в неделю, в зависимости от температуры помещения, я немного их поливала. Ближе уже к концу января-начало февраля я начала снимать вегетативный материал с уже окрепших осенних черенков. Эта процедура позволяет не только приумножить посадочный материал, но и простимулировать развитие спящих пучек в пазухах листьев. В результате чего мы получим объемные кустики и как следствие пышное цветение. Таким образом, черенкованием пеларгони мы можем заниматься круглый год. Главное это наличие подсветки. И здесь видно, с какой периодичностью я снимала черенки. Потому что вот эти, например, 4 черенка выглядят очень подрощенными. Их пора черенковать, чтобы они начали куститься. У них уже развилась очень хорошая корневая система. Видно, что они освоили уже объем 200 грамм. Скоро их можно переваливать и в 0,5. Здесь растенница немножко помоложе. У них тут в разном состоянии корневая система. Кто-то попозже, кто-то пораньше пересажен. Но все вот эти череночки сняты с двух маточников. Это вот малыши, которые еще не пересажены. У них уже у многих вот такая вот корневая система развилась. Вот здесь очень уже хорошая. Я просто ждала, чтобы снять видео. Обычно я вот до такого не допускаю. Чуть-чуть только увижу корешки и сразу пересаживаю в хороший объем 200 грамм. Мне вообще понравилось черенковать пеларгонию. Совершенно беспроблемно и практически без выпадов. Вот обычно, когда я вижу вот так вот один корешочек, все, для меня это сигнал, что пора растению дать нормальный объем, чтобы оно как можно быстрее нарастило корневую систему. И, конечно, вовремя его прищипнуть, чтобы растение росло не в один побег, а начало сразу куститься, чтобы мы к весне получили хорошие пышные кустики. Вот эти три растения были поставлены совсем недавно на укоренение, поэтому у них корешочков еще не видно. Но я вижу, что они в тургаре. С ними все хорошо. И, скорее всего, они также укоренятся. Следующий момент – это заготовка черенка. Вот здесь я получила два выпада, так как взяла слишком молодые, легко гнущиеся побеги. Надо дать поросли немного подрасти и окрепнуть. Черенок должен быть, конечно, не полностью отревесневший, но и нетравянистый. Кто-то советует снимать черенки острым и беззараженным предметом, а кто-то советует не срезать, а выламывать черенки. Якобы в этот момент происходит мощный выброс фитогормонов ауксинов, которые стимулируют черенок к корнеобразованию. И якобы при таком способе практически нет выпада. И при использовании данного метода есть рекомендации не использовать стимуляторы корнеобразования, типа гетероауксина и укоренина, завышенная концентрация которых может дать обратную реакцию. Ну и соответственно, те, кто все-таки срезают острым предметом, советуют обмакивать черенки в любом стимуляторе корнеобразования. Я всю зиму черенковала по второму методу. То есть срезала острым предметом, обмакивала гетероауксин и получила стопроцентный результат. О том, что черенки нужно не срезать, а выламывать, я услышала совсем недавно. И, кстати, информация-то касалась не пеларгоний, а бигоний. Женщина показывала, как она добивается стопроцентного укоренения черенков в бигонии именно посредством выламывания черенков. Кстати, взяла она этот метод на вооружение у фиалкогода. Готовясь к этому видео, я опять наткнулась на эту рекомендацию, но уже у любителей пеларгоний. Я попробовала все-таки и этот метод, и опять же получила стопроцентный результат. Так что оба варианта имеют место быть, выбор остается за вами. Следующий момент – это размер черенка. Я срезаю по два междоузлия на плющелесных пеларгониях и по 4-5 междоузлия на королевской, розыбудной и зональных пеларгониях. Для поддержания фотосинтеза на растения оставляю по два листочка. Соцветия, если таковые есть, удаляются. Так, по снятию черенка. Значит, вот у этой плющелесной пеларгонии я отчитываю два междоузлия. Здесь я не считаю, здесь вот макушечка, да? То есть вот этот травянистый побег, если я здесь его отщипну, то, скорее всего, он не укоренится. Слишком мягкий, слишком молодой. Вот нужно отрезать где-то вот здесь. То есть где уже более такой твердый побег, но не одревесневший. Первый вариант, как делала это всегда я, я немножко на уголочек срезала и все. Но больше всего мне нравится укоренять череночки, где второй междоузлия еще не вытянул. То есть вот такой вот, с одним листочком, прям под самое основание, в узел, откуда он исходит, срезаем, черенок готовый. То есть здесь более твердый, чем здесь. Здесь прям травянистый побег. И еще один вариант выламывания черенка, то есть прям из междоузлия. Нагинаем, и он сам выламывается. Так, это у нас королевская пеларгония. Вот, смотрим, отчитываем. Здесь очень короткие междоузлия, поэтому мы берем уже не два, а где-то четыре-пять. Ну вот считаем, где-то вот раз, два, три, четыре. Вот здесь вот я могу сделать слон. Легко, очень легко. Вот эта пеларгония у меня розыбудная, красная. Здесь пошло два побега, хороших, полноценных, но мне этого мало. Мне нужно получить и посадочный материал, и простимулировать образование боковых побегов. У нее заложилась цветочная почка. Мы ее уберем. И посчитаем. Ну вот где-то раз, два, три, четыре. Вот такой вот череночек я возьму. Подготавливаем череночки. Убираем все лишнее. Достаточно двух листочков. Ну вот здесь можно три оставить. Они небольшие, чтобы площадь испарения была не очень большая. Ну два полноценных, и один совсем маленький. Следующий момент черенкования пеларгонии, это нужно ли подсушивать срез у черенка. Опять же насмотрелось, начиталось разные рекомендации. Люди советуют подсушивать срез от 15 минут до 10 часов. Я же намеренно этим не занималась. Я просто нарезаю черенки, и начинаю все подготавливать к черенкованию. То есть я набиваю стаканчики, подписываю их, и в это время срез обветривается. Считаю, это вполне достаточно. По крайней мере, мои результаты говорят мне, что я все делаю правильно. Следующий момент, это состояние маточника, с которого мы снимаем черенки. Слышала такую рекомендацию, что маточники нельзя перед снятием черенков поливать. Возможно, в этом есть доля правды. И действительно, черенки, снятые сильно политого маточника, могут загнить. Я, честно говоря, этим сильно не заморачиваюсь, и снимаю черенки в удобное для меня время. То есть я подошла, увидела, что на маточнике появился подрущенный черенок, я его снимаю и укореняю. Другой вопрос, что маточники я никогда сильно не поливаю. И поэтому мы опять возвращаемся к главному секрету выращивания пеларгонии. Лучше не долить, чем перелить. Поэтому мои маточники всегда стоят в слегка подсушенном состоянии, поэтому для меня нет никакой проблемы. Я могу снимать черенки в любое время. И еще один момент по состоянию маточника перед тем, как снимать с него черенки, это то, что его нельзя кормить, особенно азотными удобрениями. И в этом есть доля смысла, потому что азотные удобрения способствуют развитию разных гнилостых процессов. Следующий момент. Во что черенковать? Здесь вариантов много. Песок, садовая земля, торфяной субстрат, перлит, вермикулит, моксфагнон, кокосовый субстрат, торфяные таблетки и даже обычная вода. И поскольку я сразу намотала себе на ус, что пеларгония не любит переувлажнение, я сразу стала черенковать в субстрат. В этом году я все черенкую в Торф Классман. Результатами я очень довольна. Поэтому всем рекомендую, у кого есть возможность, обязательно приобретайте хотя бы 10-20 литров именно для черенкования и посева семян. Наполненный грунтом стаканчик умеренно поливаю. Делаю палочкой для суши отверстие в грунте. Срезанный черенок обмакиваю в гетерооксин. Кстати, люблю укоренять в маленьком количестве грунта в 50-граммовых стаканчиках или 100-граммовых разрезанных пополам. Так как на ранних сроках видно, что корневая начала развиваться. Но это, конечно, при условии прозрачного стаканчика. Вставляю черенок и обжимаю, чтобы было плотное соприкосновение черенка с грунтом. Следующий спорный момент это надо ли устраивать парничок над черенками. Видела, что люди делают по-разному. Я вам расскажу про свой опыт. Я никакие теплички не устраиваю и считаю это самым лучшим вариантом. Опять же по причине главного секрета выращивания пеларгонии. Это уберенная влажность, а чаще сухость. Но все-таки если вы будете черенковать, как и я, то здесь нужно будет аккуратно следить за влажностью грунта. Все-таки при укоренении черенков не надо грунту давать полностью пересыхать. Поэтому я каждый день черенки проверяю, контролирую. Тем более, что грунта у меня насыпано очень мало. Поэтому приходится практически каждый день дозированно по капелькам по чуть-чуть поливать. Обратите внимание на влажность грунта. То есть пока череночки укореняются, я держу грунт во влажном состоянии. Как только они уже пересажены в 200-граммовый объем, я вижу, что у них есть корневая система, здесь уже поливаю очень аккуратно. Следующий момент это температура помещения для черенкования. Везде пишут, что черенки пеларгонии, поставленные укореняться на холодное окно, беспощадно загнивают. Я не стала здесь экспериментировать. Но и более того, я все-таки черенкованием занимаюсь не первый год. И знаю, что молодым растениям нужно тепло и забота. И поэтому черенкую я все растения в глубине комнаты под подсветкой. Как-то я поставила черенковаться разобудную пеларгонию под лампы на расстоянии не более 5-7 см. То есть эти черенки получили достаточное количество света и, конечно же, тепло. Вы не поверите, эти черенки укоренились через неделю. Везде пишут, что разобудные пеларгонии немножко тугодумные и укореняются чуть подольше, чем, например, плющелистные или зональные пеларгонии. Но увидев такой отличный результат укоренения разобудной пеларгонии, я поняла, что для успешного черенкования не только пеларгонии, но и любых других цветов, главное соблюсти основные требования. Первое это наличие подсветки. Без нее бы даже я зимой и не стала черенковать. Температура помещения. Но она всегда часто идет рука об руку с подсветкой, потому что от ламп идет дополнительное тепло. И третье это поддержание оптимальной влажности грунта. Ну и поскольку я получила очень хорошие результаты, могу с уверенностью сказать, что тепличкой пользоваться совершенно не обязательно. Хотя знаю, что многие пользуются таким методом и тоже получают неплохие результаты. Я вам честно скажу, что я этот способ не пробовала, поэтому и не берусь его советовать. Но считаю, что если и без теплички пеларгония прекрасно укореняется, то зачем создавать себе лишние проблемы. Ну что же, на сегодня это все. Благодарю вас за просмотр. Всего вам самого-самого доброго.